здесь трансляцию продолжим трансляцию продолжим вот и зажгу здесь свечи сейчас вот что звезда у меня такой вечер романтический при свечах слава богу вот и у меня здесь хлеб лепешка я взял специально такие лепешки сегодня и завтра буду совершать хлеба преломления причастие тела и крови господа нашего иисуса христа спасибо тебе господь спасибо тебе царь всей вселенной спасибо вот у меня такая лепешка вот и вот виноградной лозы у меня здесь наградный сок и знаете емкий пур для меня это праздник евхаристии праздник причастия тела и крови иисуса знаете почему потому что его драгоценной кровью я искуплен от суетной жизни потому что он мой емкий пур он мой емкий пур он есть действительно тот кто принес себя непорочного богу агнец божий взявший грехи всего мира вот и что касается поста емкий пура я присоединяюсь ко всем иудеям ко всем евреям ко всем боящимся бога но я буду совершать причастие евхаристию но евхаристия причастие это не просто хлеб вино это наше мышление это оно здесь принимается и здесь потому что евхаристия причастие хлебопреломления это таинство тела и крови господа нашего иисуса христа рассуждение о теле и крови господа иисуса христа и сегодня размышляем анна приветствую слава богу что снова вижу вас пусть господь обильно благослови ваше служение спасибо огромное благословляю вас тоже спасибо вот и это очень трогательно и приятно на самом деле вот как что песня поется как хорошо и приятно братьям собраться вместе как хорошо и приятно и сестрам собраться вместе Как хорошо всем нам собраться вместе, как хорошо с Богом собраться вместе. Как хорошо, как хорошо, очень хорошо, как хорошо, как хорошо, с Богом хорошо, как хорошо, как хорошо. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Благодарю тебя и благоставляю великое имя Твое. Аминь. И был вечер, и было утро. День субботы всех суббот. Шаббат-шаббатон. Так мы называем этот день наступающий. И даже не важно, что он выпадает не на календарную субботу. Дело в том, что шаббат-шаббатон, суббота-суббот, праздник Йом-Кипур, это самая главная суббота всех суббот, и она совершается в любой день. Она называется субботой так же. Почему? Потому что это праздник Вечности, праздник будущего. Праздник уже, получается, ну, да, праздник будущего. Седьмого тысячелетия праздник уже. Вот. Сейчас завершается шестое тысячелетие. На дворе 5779 год. Вот. Но шаббат-шаббатон, Йом-Кипур, это праздник уже седьмого тысячелетия. Это праздник следующего тысячелетия. Машехан тысячелетия. Это одно. А второе, это праздник Вечности вообще. Это праздник, действительно, праздник Вечности. Спасибо тебе, Господь. Благословен ты, Бог наш. Аминь. И почему, я объясняю, почему этот праздник для меня, праздник Евхаристии, праздник Причастия. Я постараюсь не плакать, но, Господь, помоги. Кровью Иисуса Христа, Агнца Божьего, я искуплен от солидной жизни. Предела нам от отцов. Неважно, еврейских, татарских, русских, украинцев. Неважно. Бог совершил великое искупление. Великое жертвоприношение. В тридцатом году нашей эры произошло великое чудо. На кресте умер Сын Божий. Иисус Христос. Иешуа Машиах. И, умирая на кресте, оболганный, оплеванный, избитый, стерновым венцом, он был обезображен больше всех на этой планете. Больше всех. Он был обезображен, потому что не только физически, этими страданиями своими, физическими. Нет. Его страдания были больше, чем только физические страдания. Потому что Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. И равными Его мы исцелены. И потому что спасибо Тебе, Господь, другое ценное. Я благодарю Тебя. Благодарю Тебя, святой и праведный Бог мой. Благодарю Тебя. В тридцатом году нашей эры произошло великое искупление земли. Великое искупление человечества. Всего. Бог во Христе примирил Собою мир, не вменяя людям преступлений их. И дал нам слово примирения. Служение примирения. Сегодня Йом-Кипур. И я хочу вспомнить тот Йом-Кипур, который состоялся в тридцатом году нашей эры. Наша Пасха Христос умер за нас. Он был закон за нас. И Он воистину воскрес из мертвых, вознесся на небо и воссел одесную на почетном месте у Отца Своего. И Он вновь грядет со славой, во славе Своей, чтобы осудить живых и мертвых. И Царство Его нет конца. Царство Его не будет никогда конца. Спасибо Тебе, Царь, Собяк. И в том тридцатом году нашей эры, когда все это произошло, на кресте Он воскликнул «Совершилось!» Совершилось искупление рода людского. Совершилось наше спасение. И верующий во Христа не судится, но перешел от смерти в жизнь. Я верующий в Сына Божьего. Иисус Христос мой Господь и Ишуа Машех в моем сердце. Царь, цари, Господь господствующих. И кровью Его святой мое имя записано в книге жизни. В этот праздник из поколения в поколение мы желаем друг другу хорошей записи в книге судеб, в книге жизни говорим мы. Я знаю, что в книге жизни, в книге судеб мое имя вписано кровью Агнца Божьего Иисуса Христа. И подлинно, как говорили те еврейские апостолы в первом еще столетии, так сегодня говорим мы все евангельские мыслящие люди, библейские верующие христиане. Мы говорим, что ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены братья, сестры, которым спасаемся. Спасибо тебе, Господь. И в том же тридцатом году нашей эры жертва наемки пур, жертва всех жертв, ее попытались было принести куда там. Бог не принял эту жертву. У священников был будем договорить обычай того времени. В крови жертвенного животного, кровью жертвенного животного пропитывали лоскуты материи, нити белоснежные. Их привешивали в храме во время жертвопоношения на Йом-Кипур. Йом-Кипурим. День судный, день покрытия грехов, день жребия божественного, день оправдания, всепрощения, судный день. Спасибо тебе. И если эти лоскуты окровавленные, пропитанные кровью, если они становились белоснежными в тот день, то священники говорили, Бог простил свой народ. Они брали за основу место из Писания из Исаии пророка, который пророчествовал, если грехи ваши будут как багряные, буквально звучит в тексте как пропитанная кровью тряпка. Но дальше Бог говорит, то я очищу ее, выбили ее, так как белильщик не может убилить ее, он выберет эту окровавленную тряпку. И дамы и господа, братья и сестры, начиная с тридцатого года нашей эры на Йом-Кипур, жертва не принималась Богом всемогущим, потому что Сын Божий принес себя непорочного Богу. И лоскуты оставались кровавыми и в тридцатый год нашей эры на Йом-Кипур, и в тридцать первый год нашей эры, и тридцать второй, и тридцать третий, и далее до семидесятого года, на протяжении сорока лет подряд, сорок лет подряд, безо всякого исключения. В Талмуде в разделе Йома говорится, что последних сорок лет перед тем, как храм был разрушен, жертва на Йом-Кипур Всевышним Богом не принималась. Лоскуты оставались кровавыми, светильник сам собой затухал. Врата сами собой распахивались храмовые. Много было других страшных знамений. Все они однозначно, все эти знамения, многочисленные, совершавшиеся в храме Божьем на протяжении последних сорока лет его существования, однозначно доказывали и показывали всему священству, всему Израилю, всем людям людям нашей планеты истрадавшиеся. Что Иисус есть Христос, Спаситель мира. И Иешуа есть подлинно Машиах, Искупитель наш живой. Сорок лет подряд братья и сестры. Но где-то на протяжении вот этих сорока лет писались послания апостольские. И апостол Павел в то время как раз писал в Каринф свое письмо в Каринфской общине, состоявшей как из евреев, так и из неевреев. Большей частью конечно из неевреев Каринфская община по всей вероятности состояла. Так вот и он Анна пишет тоже значит да хотелось бы прямой эфир вопросов ответов. Спасибо за понимание. Анна, я сделаю такой эфир но уже после праздников. Хорошо. Я даже объявлю заранее. Начну с ответов на вопросы которые присылают. у меня многое порой накапливается. Я не всегда успеваю отвечать на них. И отвечаю получается я их отвечаю на них в течение эфиров некоторых программ которые потом теряются. Я не знаю где искать уже даже. Наверное такую рубрику возобновлю я которую раньше я проводил вопрос-ответы так и назову вопрос-ответы и я объявлю в сетях социальных заранее в блоге своем напишу архиепископ Сергей Жулек мой блог так вот объявлю заранее чтобы вы могли участвовать хорошо так и сделаем в прямых эфирах готовьте ваш вопрос одним словом после праздников уже после суккота уже в начале октября суккот продолжится у нас до 2 октября в этом году вот и где-то уже после 2 октября я объявлю заранее сделаем вопрос-ответы и наверное по милости господней если богу будет угодно будем живы здоровы то подобную рубрику сделаю постоянной постоянной потому что на самом деле есть нужда серьезная нужда в этом слава богу и у меня самого потребность есть как вы меня обрадовали спасибо спасибо нет просто у меня у самого есть потребность потому что действительно я художник я не такой пунктуальный к сожалению человек но прошу бога мудрости и учусь пунктуальность учусь точности вот я больше гуманитарий неточных наук человек но учусь этому вот и у меня скопилось а кстати то что на компьютере то пропало но я себе кое-что сохранил из вопросов моих студентов семинарии значит что учились у меня и учатся в библейских институтах некоторых в частности вот славик миссионарий байбл скул в Джексонвилле сегодня как раз вспоминал в молитве тоже эту школу где я преподавал и Бондаренко уже ну уже вечности уже ушел человек но я был у них в церкви и был у них там в этой школе вот тоже вопросы до сих пор у меня еще лежат эти вопросы и я так и не сделал отдельный ответ вот видео ответ а ведь нужно бы сделать уже хотя прошли год уже ну надо лучше поздно чем никогда тем более что даже если это не тем людям непосредственно то по крайней мере другим это думаю будет очень полезно хорошо дамы и господа возвращаемся сейчас снова в эту тему прекраснейшую тему и совершим хлебопреломление причастие святой евхаристию хлебопреломление вот эта лепешка этот хлеб я взял этот хлеб вот с целью совершать хлебопреломление и сегодня вечером и на протяжении вот этих 25 часов молитвы непрестанной я буду делать небольшие перерывы вот и постараюсь включаться но вообще это молитва один на один с Богом слушайте и совершать буду хлебопреломление у меня сок виноградный купил еще мне там три пачки вот закупился я значит и буду совершать хлебопреломление хочу весь этот день Йом Кипур в этом году посвятить этой теме хлебопреломление в 6 утра подключайтесь обязательно совершим хлебопреломление все вместе оповестите ваших друзей друзья кто сейчас в сети и кто потом посмотрит это видео может уже ночью вот оповестите ваших друзей что в 6 утра жду всех на служение вот такое Йом Кипур именно с хлебопреломлением вот и сегодня поднимая бокал этот я хочу Бога поблагодарить за Новый Завет этот бокал это есть чаша Нового Завета это есть кровь Иисуса Христа Арганца Божьего Спасителя Мира апостол Павел Коринфский вообще не написал разве не знаете что вы храм Божий и дух Божий живет вас храм Божий сегодня это живой человек это живые души храм Божий это возрожденные свыше люди тело Иисуса Христа это не просто хлеб тело Иисуса Христа это мы с вами и сегодня вот это причастие Евхаристия все кто верит все кто верит что Иисус есть Христос Иешуа Машиах Иса Масих Джизус Храйст люди миллионы миллионы людей верующих разных национальностей разных культур разных традиций веруют и свою веру исповедуют сегодня веру евангельскую веру Христову слава Богу друзья мои благодарю Господа во всякое время а наипаче в этот святой день искупления и я верую простите меня Рубин пишет Сергей Рубин Дарья Дарья прощаю и вы меня простите тоже вот есть в нашей церковной православной традиции прощенное воскресенье так называемое прощенный день вот для нас евреев этот день он и есть день прощения помолитесь за меня тоже да Рубин благоставляю вас во имя Господа Иисуса Христа благоставляю всех вас все кто в эфире сейчас и все кто потом в записи будет смотреть благословляю во имя Господне Аллилуйя спасибо тебе Господь благословен Бог наш царь всей вселенной давший нам хлеб из земли и давший нам плод виноградной лозы благодарю тебя Господь за Голгофу за Голгофу за salvar Я тебя благодарю за воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь. Я тебя благодарю за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, Царь мой. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, брат мой, Царь мой. Благодарю, О Дух Святой, Утешитель мой, Ты всегда со мной. За все я благодарю, за все я благодарю. Спасибо Тебе, Господь. Братья, сестры, причастие тела и крови Господа нашего Иисуса Христа досовершится прямо сейчас. Возьмите себе хлеба, неважно какой это будет хлеб, по качеству. У меня здесь вот такая лепешка. Отламываю ее и буду на протяжении этого дня искупления преломлять ее и буду поднимать бокал во имя Господне. Тело Христово примите, братья, сестры, источника бессмертного усите. Аллилуйя, аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, Аюлилуйя, бис…. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя и�� до конца. Глава, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя и аллилуйя, все взрослое. Полетяesz жидко с лютой. Чак corging на Beauty. Продолжение следует... Спасибо, Господь, за все. Спасибо за жизнь. Кровь Христа омыла меня. Кровь Христа в книге жизни записала меня. Кровь Христа исцелила меня. Аллилуйя. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою. Иисус Христос. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя. Ты отдал свою жизнь за жизнь всего мира. Лехаим. За жизнь Ты отдал, Господь, себя самого всего мира. И я принял эту жизнь вечную. Верующий в Тебя не судится, но перешел от смерти в жизнь. Я благодарю Тебя, Господь, что на суд Твой великий, страшный, Боже мой, спасибо Тебе. Я не прихожу, как подсудимый человек, но прихожу, как свидетель Твой. Боже мой, это волнительно и действительно и страшно, и волнительно. Но, Господи, я благодарен Тебе, что имею жизнь вечную, и моя жизнь сокрыта в Тебе. Во Христе Иисусе, Господе моем, слава Тебе за все. Благословен Господь Бог наш, благословен Царь наш, живой Спаситель наш. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Благословен Бог наш, всегда, ныне, пресно, во веки веков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю, Дух истины. Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю. Ты пришел и вселился в нас и очистил нас от всякой скверны. И ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе и слава Тебе. Благодарю Тебя, Господь, Боже всемогущий. Благодарю Тебя за дар Твой, свыше дар, величайший дар спасения жизни вечной. Благодарю Тебя, и это не от нас. Это не от меня, Боже, это от Тебя. И потому это вечный дар. Потому что Ты не даришь временные подарки. Твои дары и призвания не приложены, они вечны, они постоянны, они прекрасны. Боже, я благодарю Тебя, Господь, что этот дар я не вымолил у Тебя, не выпросил, не выклинчил, не заслужил никак, абсолютно никак. Боже, и все человечество, Боже, все, весь род людской, никак бы не смог ни вымолить, ни выпросить, никак еще, Боже, не выторговать, ничем купить, Господь. Всех богатств этого мира не хватило бы и не даже бесполезным все это было бы. Всех животных в приношение и этого было бы ничто, как ничто. Все народы при Тобое, как капелька воды из ведра, так написано в Библии, капелька лишь воды. Вот что такое все народы. Но Ты, по великой своей милости, Боже, дал нам нового Адама, Ты дал нам жизнь вечную, Божию, бесконечную, во Христе Иисусе Господе нашим. Благодарю Тебя, ибо един Ты Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, всех, абсолютно всех. Спасибо Тебе, Господь. Благодаря Тебе, Благодаря Тебе, все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Действительно, это великое чудо. Об этом сегодня размышления наши, об этом сегодня наши молитвы. Хвала Тебе, наш Бог и Царь. Аминь. Благоставляю сейчас свою семью. Особая моя молитва за супругу мою, жену мою, за детей моих, наших с ней детей, сыновей, вечерей, благоставляю. Священническим благословением. Благоставляю всех вас, ваши дома, родных, ближних, благоставляю священническим благословением. Благоставляю Израиль, возрожденное еврейское государство. Это чудо чудес. Геополитическое чудо важнейшее нашего времени. 70 лет назад это чудо произошло. 50 лет назад Иерусалим снова еврейский город. Спасибо Тебе, Господь. 51 уже год назад. 70 лет Израиль возрожден. 51 год назад Иерусалим снова еврейский город. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Царь Вселенный. Мы живем в действительно уникальнейшее время исполнения Твоих Божьих пророчеств. Спасибо Тебе, Господь. Благослови сегодня Иерусалим. Благослови сегодня Израиль. Боже. И дай Боже в следующем году в Иерусалиме. Аминь. В следующем году в Иерусалиме, в следующем году в Иерусалиме встретимся. В следующем году в Иерусалиме, в следующем году в Иерусалиме встретимся. Иерусалиме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поздравляю с Твоим этим праздником Весь народ поздравляю Твой Благоставляю Израиль Благоставляю Иерушалаем Благоставляю всех боящихся Бога Со всех народов нашей планеты Во имя Иисуса Христа Аминь Сегодня ночью попробую делать включение Вот кто будет не спать Подключайтесь к молитвам А еще лучше Каждый пред Богом Самостоятельно молитесь В шесть утра сделаем общее такое служение Такое здесь же Включусь С хлебопреломлением опять-таки Приготовьте плод виноградной лозы Приготовьте хлеба Если нету сока То просто воды используйте Воды и хлеба И вместе прочистимся Тем до крови Господа Иисуса Христа Аминь Аллилуйя Аллилуйя